Всем доброго-доброго-доброго денёчка! С вами, как всегда, Ваш Несравненный и Сеновлика Красотулька. Я в парке Коломенское. Я в таком модном тайплине. Красивая Красотулька. Буду сейчас гулять, снимать, смотреть. Я Бодрячко. Москва зовёт, как говорится. Пока начинаю. Чисто буду с рук снимать. Без микрофонов, без всего. В нормальном модном прикиде. Знаете одну такую вещь? Я, когда вчера был на теплоходе, там были вылизаны вот такие дамы в платьишках, нараженные мужчины в пиджачках. И мне официант говорит, это говорит заезжие, приехавшие откуда-то неизвестно. Знаете, как он определяет? Москвичи одеваются по-простому. По-простому, как удобно. Всё, и идут, например, на теплоход. А приезжие специально одеваются элегантно, красиво, пиджаки, галстуки и всё такое прочее. Когда идут на такие мероприятия, либо прокатиться, отдохнуть, покушать, встретить день рождения. Ладно, не буду. Вокруг да около. Сейчас просто пойду. О, меня автобус сейчас переедет. Пойду сюда. Пошёл я, короче, через вот такие двери. Здесь всё охраняется, по идее. Здесь платная парковка идёт. Но нам парковка не нужна абсолютно. Вот так вот парк у нас выглядит. Здесь я не был в прошлый раз. Мне не хватило дней. Потому что я много где побывал. Но дней не хватило. Здесь есть дубы. А дубы у нас в Хакасии не растут. Дойдём, посмотрим. Сейчас буду ориентироваться. Дворец Сарая Алексея Михайловича. Конюшный двор, церковь. Устекновение главы Иоанна Предтечи. И тут я заметил, что я заметил. Жрачка. Жрачка. Это у нас висят яблочки. Вкусные московские должны быть яблочки. Они уже крупные. Сегодня у нас конец сентябра. Получается, сегодня у нас 30 сентябра 2023 года. Народу пока ни о чём. Народу нет. Тишина. Но автобус меня чуть не переехал. Иду в Туристус. Туристус, Туристус. Турист. Пойдёмте. А, подойти можно вот таким вот образом. Сейчас я одену на плечо вас. Немного потрясётся, как холодец. Натяну. Вот так вот. Всё, и картинка будет меньше трястись. И шататься. Смотрите. Это, наверное, либо... А, это обычное железо. Смотрите. В то же серьёзно. Стекло, пластик. Бумага, металл. Вот такие... Эти... Мусорные бяки. Кстати, охранник мысленно мне сказал. Мысленно передал. В этом парке запрещено курить. Я вижу ещё одну красивую розу. Сейчас обойду. Там розы, что ли, растут. Сейчас посмотрим. Вот такой парк. Это у нас получается шиповник. Шиповник, шиповник. Дамы и господа, для вас вот такой интересный шиповник. Ну, кстати, светёт, как розы. Красивая аллея. Тётка прошла, короче, с двумя чемоданами яблок. Где-то она собирала яблок, короче. Пойдём посмотрим, где яблочки находятся. Такая красивая аллейка. Цепи. Идут. Я где-то читал, там дуб находится. Должен быть огорожен. Большой-большой. Здесь наподобие прудика. Наподобие пруда. О, сердечко. Для всех влюблённых. Наподобие, да, сердца. Если вот так сделать. Наподобие сердечко. Пруд. Да, для влюблённых. Как я вижу. Сейчас посмотрим, что за пруд. Короче, прудик. И вот такие замочки. Для всех влюблённых. Кто хочет. У нас всё такое же в Хакасии. Когда брака сочетается, например, Сергея и Света, чтобы любовь была долгой. И взаимоотношения. Люди что-то сюда вешают. В основном замки. Что-то такое скрепляющее. Лавочки. Пойду дальше. Здесь, возле пруда, вороны. Один пьёт. Видно, одна самочка, а другой самец. Здесь огорожен дуб. Такой большой. Довольно плодненький. Здесь могут быть жёлуди. Вот такая листва у него. Такая листва. Она уже падает. Вот. Здесь тоже дубы огорожены. Но это не самый основной. Надо, если поискать где-то, должен быть самый старый где-то. Тысячелетний дуб. Туда я не нарушаю никакие традиции. Не перехожу. Если огорожено, значит там делать нечего. Ближе. И рвать ничего нельзя. Иначе добрые-добрые хейтеры пожалуются куда надо. Я? Я природу люблю. Красота. Нашёл я здесь избушку и Петра Первого. Вот такая избушка. Тоже огорожена. Получается три окна. Можно поярче сделать. Здесь у нас тёмень. Три окошка. Что за материал? Ну это не лиственница. Это что-то другое. Насчёт материала я даже не знаю. Ходят люди. А куда они ещё? Деваться. Я хожу и они ходят. Крыша деревянная. Турбо-кирпич. Ну этот материал не лиственница. А фундамент смотрите на камнях. Чисто камень. Чисто камень. А вот он сам. Полный рост должен быть. Петра Первый же больше двух метров. 2,05 либо 2,06. Изображён бронзовый. Это Первый. Можно в принципе поглядеть. Сделать ярче. Наш Пётр. Яркая личность. Бронза. И описание. Слышу и играют. Почитаем. Здесь написано. Скульптор Георгий Вартанович Фарангулян. Академик Российской Академии и Художеств. Бронзовая скульптура. Здесь в апреле 1717 года останавливался русский царь, посетивший Бельгию. Понимавшимися трудами. Так, монумент фигуры цара. Высота памятника 2,5 метров. Ну чуть пониже. Но всё-таки. Личность. Петра. Высокая. Ух. Ну почему не красиво. Красиво. Хоть немного уже в новом стиле. И деревянная крыша уже давно-давно сгнила. Её. Менили, заменяли. Но всё-таки. Я думаю, брус. И камень, на котором вот этот. Сруб стоит. Он настоящий. Ну так вот. Обек культурного наследия. Ансамбль, усадьбы 16-18 века. Домик Петра Первого. Подлежит государственной охране. Понятно. Здесь есть ход. Но он идёт. Плятные усынки. День язык нифига нету. Он здесь гастарбайтером проездом. Там сидит тётя. Чешит за ушками. Туда не пойдём. Потому что там такая надпись. Ход. По билетам. Господа. Здесь ещё один памятник Петру. Многие знают, что он фолд. Основал Первый Российской империи. Здесь якорь находится. А здесь находится... Никогда не догадайтесь, что это такое. Это не сидушка. Чтобы сидеть, это челобитный столб. Вот такой битчелон. Столб находился у главного фасада. Несохранившегося дворца Сара Алексея Михайловича. Это надо кланяться. Квали. Просьбы, жалобы. А, короче, на этот столб челобитный. Просьбы, жалобы цару. В нём размещались царские указы. Позже на Собье были установлены. Солнечные часы. Но это сейчас ничего не сохранилось. Ничего, битный столб остался. Дошёл я до цирки Вознесения Господня. Красивые купола. Такие достопримечательности. Ну и, соответственно, гуляющие. Гуляющие. Куда же без них? Кстати, есть такая небольшая вывеска. Оттуда выходят ещё, бывают батюшки. Выходят. Знаете, что написано? Запрещено кормить голубей. Голубей они всё загадят. Вот так вот. Не любят здесь голубей. Хотя голуби тоже символ мира. Тоже туристов с этими селфи-палками. Откуда вот это? Туристов много, кстати, в Москве. Очень много. Не то, что у нас в Черногорске. У нас туристов не бывает. Красиво. Смотрите ещё. Красота. Да и только. Строитель полнотелей. Герой. Пройдите через арку. Домик Петра. Ну я здесь уже был. Там прогулялся. Где-то дом Пасечника находится. Там Петр Первый стоит. Прикоснуться к дубу. К дубу, к дубу, к дубу, к дубу. Ох. Ну, половинку в обхват. Здесь спина ещё находится. Ладно, гуляю дальше. Короче, я пока гулял, ходил-ходил-ходил. Там, спросил, там, спросил, что куда идти-то. Так, проходишь целый день. По идее, парк этот большой, поскольку они гуляют. Идёт мужик с собачкой. Спроси у меня. Спроси у меня. Такой лысый. Такой лыжный. Говорит, иди туда. Я как раз иду по пути. Встретил дух. Ну теперь за свои 40 лет я первый раз в жизни прикоснулся к дубу. Как говорится, одно делал уже в копилочку. Иду дальше, брожу. Иду, иду, иду. Что-то заныканное из-за листьев. А уже здесь. И вот заваливаем. Вот что-то такая штука. Здесь, кстати, и вот полакучая есть. Что-то заныканное. Ну ладно, я не буду это открывать. Это может какая-нибудь канализация. А я там открою и всё. Пойду гулять. Листочки. Вот я и у дома пасечника. Здесь импровизированные аглии. Также здесь высажены. Это уже настоящая роза. Настоящая роза. Колодец. Это уже роза. Так. Красиво. Красиво. Там, иносад был. Раньше за этими стенами. Колодец. Колодец. Домик. Ну и 20 век. Такой колодец. Здесь ночью всё светится. Я заметил много прожекторов. Должно светиться. Это у нас клубника. Это у нас клубника. Здесь же у этого дома. Она ещё светёт. Фига себе. Смотрите. Клубничка. Клубничка. Видели ягодки? Ещё зелёная. Она у нас ещё светёт. Так. Подойду поближе. Поближе. Вот такой домик. Уже вырисовывается у него. Поверчить сделаю. Ну, это, конечно же, уже наводил. Может, фундамент и оставался когда. Но это всё-таки наводил. Может быть, на этом месте он был. Но сейчас это наводил, на мой взгляд. Здесь тоже здание стоит. На мой взгляд, это полностью наводил. Начиная с крыши. И фундаментом. Вот она, в отдел уже. Лиадуски. Здесь, короче, стоят вот такие туалеты. Я сбегал один из туалетов. Попробовал они, короче, пластмассовые. Шатается всё пластик. Но там не стал снимать. Женские или мужские труселя. Гордо висят. Возвышается на чём-то. Лестница. Скворечники. Для птиц. Наступать я не буду. Пусть будет наследие. Так, вот так вот сделаем. Ну-ка, ну-ка. Не-не-не-не-не-не. Вот так вот. Вот так вот. Видно-видно. О! Видать! Дровница. Трусы гигантских размеров. А здесь у нас находится древниками из берегов Западной Двины. Это получается... В какой век это? В 12 веке. 10-11. В 12 веке на нём было сделано изображение Гловского креста. Надпись Цулибор, здорово, брат. Создание надписи относится к времени направления. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Камень перевезён в Москву в 1879 году. И установлен в Коломенском этом. Ну, я не верю, что он именно 12 века. 1100 какой-то год получается. Не, камень-то да. Вот то, что... Вот оно находится. А, вон какой. Вот что получается. Хотя, фиг его узнает, конечно. Здесь такие надписи. Изображение ЕУ. Это, знаете, похоже на Крещение Руси. Когда вот эти крестоносцы были. Проверить это сложно. Может, наводил, не знаю даже. Проверить это действительно сложно. Что он тысячу лет здесь уже на этом месте лежит. И такая сохранность идеальная. Я не верю, что сохранность идеальная. Не верю. Хотя, историкам виднее здесь находится... Что здесь у нас находится? Голубая ёлка. Голубая ёлка. Голубая ёлька. Такая панировка. Панировка. Иду дальше. Возвращаюсь назад. Вблизи. Это, кстати, наверное, не чугун. Похож на чугун. Якара, наверное, настоящая только с цепи. Скорее всего, не настоящая. Пойду дальше, в принципе. Всё видно. Массивные такие. Закреплены. Якара. Лошадка. Лошадка. Поверить. Красивая лошадка. Продолжаем прогулку свою. Видно, заказали. Улыбаются, смеются. Может, венчается кто-то. Вышли замуж. Знаете, что это напомнило? Витцин. Георгий Витцин. Как же она называлась? Женить бабальзамина. О, побежала. Лошадка. По кругу. Это как туристическое, может быть. Лошадка. У нас лошадей, кстати, много. Не всех ещё съели в Хакасии. Для меня лошади это не экзотика. Абсолютно никакая. Ну, интересно, раз жену и невесту увидеть с женихом. Жених уже пьяный, может, красная сидит. Хотя и снимать, и смотреть на эту парочку, я как-то не сильно. Лошадка подкованная. Как мы видим, здесь подковы. головы идут. В общем, вот такое туристическое направление. Иду дальше, шагаю. Взял я капучино, размешал. Здесь уже всё идёт. Вот с такой пипеткой. Сахар там отдельно всё вот это насыпается. Здесь, короче, сделаны столы, получается, с этого. Поддоны видели у меня? Поддоны какие? Просто покрашенные поддоны. И всё. Это такие импровизированные столики. Получается. Сейчас посижу, попью. Ой. О, нет. Здесь ещё пипетка вот такая закрывается. Пипеточка вот так вот. Тиринь. Тиринь, чтобы не пролить. Я-то деревня, я-то таких никогда фактически не пью. Да чё ты не закрываешься? Ну-ка, закрывается, интересно? Лёд. А, она вот так вот закрывается. Во! Прикиньте, я догадался. Я догадался. Буду, короче, пить с ней. Это кафе, я такие столики придумал. Сейчас, в принципе, покажу. Какие они. Вот такие столики. Вот они. Вот такие поддоны. Такие поддонки. Что, посижу и пойду дальше гуглять. Ну-ка, ну-ка. Как, ну-ка. Ну-ка. Выставка Колумбинская, шедевр и колесцы, это у нас Сытный двор называется, на выставку я не пойду, здесь кстати можно увидеть герб Российской империи, здесь тоже такая красота, красиво, если можно так поглядеть, здесь идет три креста, вот смотрите, один крест по низу я стал по центру, второй крест и третий крест разрушается, а вот это водонапорная башня, это я знаю сто процентов, прежде чем ехать сюда, я почитал историю этого парка, насытился знаниями, водонапорная башня, сыновличка, красотулечка не только умеет жрать, поглощать пельмешки, а еще умеет читать историю, искусство и вообще знать кое-какие нюансы, а не просто ходить, 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 смотреть, созерцать, если дальше поглядеть, здесь у нас фактически гора идет, там уже Москва, просто Москва, иду дальше, красиво, величественно, нормально, правда я не подходил сюда еще водонапорная башня, вторая половина 17 века, точно память у меня хорошая, память, 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 память это все государю большой колокол, сейчас его увеличу, да колокол, большой-большой, здесь еще и ступеньки, пройдемся, прогуляемся, хоть немного будет трястись как холодец, но все-таки, 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 прогуляться по колоннам, здесь, кстати, начал дуть ветер, так как такое расположение, поэтому здесь сквозняк довольно сильный сквозняк, кирпич какой большой, не стандартный, а брусчатка уже новая, брусчатка здесь лежит новая, смотрите, вот она брусчатка новенькая, уже ближе к наводил, там я вижу реку, река идет, а вон там вдалеке, куда никто не ходит, тоже какой-то храм или монастырь, немного труба наклонена, вот как заваливается за грунта, фундамента и прочего, да? Здесь гора, видно Москву, река, красиво, люди еще отдыхают, лежат, загорают, последние солнечные лучи, уходящие осени, лето, что там, ой! Здесь находятся корабельные пушки, почему я понял, что корабельные? Это первый же основатель первого фото, как многие знают, это корабельная пушка, сохранившаяся. Здесь есть даже обозначение, 1943 год, 2027, Люня, а, 27 июня, 90 пул, короче это новодел, этот тоже новодел, это оказывается не Петра, но все-таки Коля был здесь. А там находится, если посмотреть, вторая, вторая такая же. Спустился я пониже, Москва строится, машины ездят, грузовые катки стоят. Здесь вот такой спуск идет. А там находится, знаете что, сейчас я подойду, по-моему это дворец зала бракосочетаний. Есть такая интересная особенность, о которой я сейчас вам подробно расскажу. Кто это составлял наше нынешнее время, фиг его знает. Здесь находятся вот такие розы, белые. Вот такая красота. Зал бракосочетаний. Как мы видим, сидят две львицы. Смотрите в чем именно причина. Должен сидеть, по идее, здесь лев либо львица. И здесь либо лев, либо львица. А здесь у нас получается две львицы сидят. Старина. Кстати, построен он павильон 16-17 век. Если посмотреть. 16-17 век. Молодец! 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 Я думал на лес! Иду дальше. Здесь я уже вышел в называемое жратвальня. Я ее так назвал. Жратвальня. Здесь забирается народ, сидит, кушает, обидует. Дышит, ужинает свежим воздухом. Кто на что гораст. Здесь такое место, где можно что-нибудь покушать. Иду дальше. Шел, шел и набрал на такой храм. Он деревянный. Даже здесь купола, они все деревянные. Вот так вот подержу. Ну-ка. Темнее, темнее. Это все дерево. Это все дерево. Та же камера видеонаблюдения. По парку установлено. По парку, а поэтому. По зданию. Здесь. Камни. Да, это лиственница. Она лопается. Красная сибирская лиственница. Вход в композицию по билетам. Ну, я не пойду по билетам. Я не пойду по билетам. Так, поглядим. Посмотрим. Смотрите, что я здесь нашел. Здесь, как любую, высажены розы. Розы. Вот такие красивые розы. Так вот. Винь-винь-винь-винь-винь-винь. И вот так вот. Ой. Все. Кина не будет. Девятушки. Сыркувушка. Сейчас по кругу пройду. Посмотрю. По кругу. Камни. А знаете, чем пахнет вот такой как бы стариной? Такое старое-старое. Ну, еще и деревом пахнет. До сих пор, за столько лет. Пахнет деревом. Старое-старое. Нашел я что-то такое. Это. церковь святого великомученика Георгия Победоносца из Архангельской области 1685 года. Двухъярусная постройка сложена из сосновых бровин. Это сосна что ли? Мне показалась лиственница. Не знаю, навряд ли сосна сохранится за столько веков. Не знаю даже. Я тоже знаю, смутное сомнение. 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 Сомнение.